Теперь следующий слой людей – это страстные люди. По факту, все люди, которые склонны меняться, работать над собой, вот это все вы, которые слушаете лекцию, это все не страстные люди, а благостные. Допустим, вы скажете, я живу неправильно, у меня вредные привычки, у меня все не так, как у вас лекция. Не имеет значения. И если человек начинает слушать лекции, он хочет поменяться, то на этой существует несколько стадий. Первая стадия – человек просто слушает лекции, но он у него силы ничего не следует. Это значит, что он просто наполняется. Так же, как вот маленький ребенок сисю сосет и какает, и больше ничего не делает в жизни. Это не значит, что он невежественный человек. Он просто еще не имеет сил, он развивается, он растет, придет время, он будет что-то делать уже. Так и человек, когда слушает лекции, он как бы ничего не может, ничему следовать. Надо просто продолжать слушать лекции, изучать, как правильно жить. Придет время, и следующий этап наступает. Человек что-то может делать, а что-то не может. Он уже хочет что-то делать, у него получается, но что-то продолжает не может. Он уже меняет свою жизнь, он уже не просто лекция, не просто пассивным способом наполняется от других людей, а он и сам может что-то сделать. Он может прогуляться по улице, может не поесть на ночь, уже как-то сам может что-то делать с собой, у него уже есть какие-то силы. Это вторая стадия развития. Третья стадия, человек начинает понимать, что ему нужно общение правильное, ему нужна молитва, ему нужны какие-то привычки правильные, он начинает и порабатывать. Но при этом у него бывают взрывы, он бывает как бы что-то не то делает в жизни. Четвертая стадия, все стабилизируется более-менее, то есть начинает человек правильно жить, на этой стадии обычно четверки он уже в клуб ладость ходит, такой, как бы, работает над собой, активный, такой виплюзистичный, настоящий пионер. Пионер означает первопроходец. Ну то есть, как бы, и на пятой стадии человек становится более-менее таким устойчивым, совершенным, он полностью в состояние плакости входит, и на этой пятой стадии он уже может рассчитывать на повышение должности на работе, на то, что у него поменяется отношение с женой полностью в корне, что дети начнут меняться. Ну то есть он уже реально на этой стадии способен побеждать свою судьбу, с ней уже на равных, так сказать, сражаться. Кто такие страстные люди? Ну это нормальные, вот обычные люди, рабочие, трудовые, наши люди, которые просто хотят счастья, но не знают, где его взять. То есть для них понимание счастья – это что-то себе сделать хорошее в жизни. То есть они думают о том, как им заработать денег, как им создать семью, как им соблюдать законы страны более-менее. Так, ну иногда что-то подворовывать. А в пределах нормы. Так, чтобы не посадили, и как бы меня штрафовали, чуть-чуть, что-то под себя подгибанул, чуть-чуть и все, извиняться, потому что что. Ну то есть они такие, как бы, они не злостные, но все равно настроены на себя. Это люди в страсти. Ну допустим, вы живете с человеком в страсти. Ну допустим, вы уже лекции послушали, стали благостей, но для этого уже в жизни в страсти. И вот человек с вами такой же живет. Вот что это за человек? Вы думаете, что это родной человек, он верный человек, близкий вам человек. Запомните, человек, который живет для себя, не может быть никому близким и родным. Почему? Потому что, чтобы быть родным, для этого надо отдать свою жизнь кому-то. надо, понимаете, быть достаточно бескорыстным для этого. Но если человек живет только для себя, и ты являешься просто объектом его счастья и ничем другим для него, то, понимаете, сегодня ты для него объект счастья, а завтра, может быть, и нет. Придет время, и может быть, у него другой объект счастья будет. И точно так же он спокойненько... Что такое? Горелый пактник. Чувствуете? Да? Нет? Может, я горю? Ну ладно, так чуть-чуть запускай. Пошел, наверное. А? Где-то проводка чуть-чуть. Это же советское здание. Бывает, она замкнула чуть-чуть, нормально. Итак. Тема очень серьезная, дорогие мои друзья. Попытайтесь понять, что здрастные люди — это сплошь и рядом. Это то, что нас окружает. И вы на запах, да? Ну, подойдите, все нормально. Подойдите, какие-то правильные решения, чтобы подошли. Посмотрите, поймите, я почувствовал запах гаи какой. Но он сейчас уже нет его. То есть он что-то пришел и ушел. Ну, что-то, наверное, там где-то что-то замкнуло, наверное, как-то, наверное. Ну, я не знаю, насколько это опасно. Наверное, все нормально. Будем считать, что все нормально. Вот. Спасибо большое. Итак, послушатели, не обнимаем, дорогие друзья. Люди в страсти, то есть люди замкнутые на себе. Они не вредные, не злобные. Они неплохие люди. Когда они бросают близкого человека, они ничего плохого от этого не имеют. Ну, то есть единственная причина, почему они бросают, они просто хотят счастья и все, как все люди на земле. Просто они считают, что счастье, это единственный способ быть счастливым, это поменять жилу на мылу. То есть взять вот этого человека бросить и с кем начать жить. Понимаете? Вот и все. Ну, то есть у них нет другого мышления. Они из-за этого теории всякие создают, что вот это вот твоя вторая половина, это не вторая половина. Это была вторая половина, потом она дает, теперь не вторая половина. Теперь это вторая половина. Ну, то есть надо же как-то оправдывать свое вот это поведение, когда нет верности в жизни, нет скетизма, способности терпеть трудности судьбы. Вот. А как относиться к этому ко всему? Первое, что вы должны понять, вот вы с человеком живете вместе, понаблюдайте за вашей жизнью. Если в вашей жизни нет ни Бога, ни работы над собой, нет того, что вы склонны что-то делать для людей особенно, а просто вы живете для себя, работа, дом, телевизор, там, дети, воспитание. Ну, иногда праздники с близкими людьми отмечают. Это не значит, что вы что-то для них делаете. Просто наслаждаетесь рядом с ними и все. Что ждать от такой жизни? Ждать, что рано или поздно, ну, 7-8 лет пройдет вместе, вы устанете друг от друга, и кто-то первым кого-то бросит. Ну, то есть в такой жизни никакой стабильности нет. Она рано или поздно заканчивается разрушением семьи. Всегда. И так как у нас большинство людей в страсти живут, сейчас люди нравственно не образовываются, духовно не образуются, поэтому и 80% разводов по статистике в нашей стране. Вот и все, понимаете, просто вот все очень банально. Что делать? Вот, допустим, вы живете вместе, у вас сильные наклонности на жить для себя, думать о себе, как у всех людей на земле. Понимаете, знаете, что эти наклонности уже являются семенем для разрушения отношений, для разрушения семьи. Что делать? Нужно вытаскивать близких на природу, чтобы наполняться. Вот этот вот замкнутый круг, вот этот вот мы живем для себя, он постепенно истощает силы земли. То есть их сила тает. И поэтому есть разные способы ее восполнить. Идите на природу, пожелайте там всем счастья, погуляйте, порадуйтесь, птичек покормите, обязательно с собой возьмите что-нибудь, семечки там, что-то птичек покормите, чтобы сделать что-то хорошее. Если весна, вы можете что-то там, мусор собрать, еще что-то сделать. Ну, то есть, делать что-то хорошее, оторвитесь от себя. Делайте кому-то, принесите пользу. Походы на природу нужны для здоровья, еще лучше бегать на природе, вот, зарядки делать, в спортзал ходить, если невозможно там мететь в ругар, там всем улыбаться, желать всем счастья, там стать людьми достаточно улыбчивые, какие-то доброжелательные, в спортзале. Потому что они настроены на вот эту вот работу над собой. доложелательные... В